добрый день всем смотрите что у меня в руках вот такая вот потрясающей красавицы на обложке ксения лукьянчика вы знаете как всегда бывает в жизни мне значай вот у нас есть рояль в кустах и у нас есть ксения с которым мы встретились ксень привет привет я безумно рада познакомиться но ты конечно невероятная красавица я даже позаимно кассирина я пожелела что не надела каблуки вообще просто невероятно красавица по-человечески неприятно конечно промолчим и это знаешь читал твое интервью настолько похожего вот например я тоже обожаю красивых женщин но просто не обязательно люблю женскую красоту это наверное лучшее подруга лысая подруга это нет 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 первая история которая меня зацепила это про сломанный нос на площадке а я когда прочитала я вспомнил со мной было то же самое я прекрасно помню вот эту вот зиму когда меня каскадер ударил лицом об лед и когда я с фингалом под глазом вся в слезах брела со съемочной площадки и думала как и как и ты в интервью только об одном что сейчас меня снимут с роли а потом я вспомнила что меня не снимут потому что на месяц отсняли что это ужас было меня отвезли меня отвезли домой на следующий день я просыпаюсь щупаю себя понимаю что ну наверное я не могу я не могу просто представить что я могу сломать нос но вот этот щелчок я слышала я подхожу к зеркалу а больно не было очень больно ну как бы но я не могла представить что я могу сломать нос было очень больно и я подхожу к зеркалу я вижу просто аватары синий краской можно красить и выпускать в кадр снимать второго третьего врач и но в общем У вас отломан кончик носа и трещина посередине. То есть, грубо говоря, у меня нос болтался. Прям болтался? Вот этот, да, кончик. Но ты его не трогала? Нет, я его не трогала. Мне, по идее, нельзя было спать ни на одном боку. Нужно было спать только на спине. А как это потом лично-то его представляет, а обратно это какая-то операция? Вообще, с такими травмами люди сидят месяц-полтора дома со жгутами в носу. Но я, как оказалось, поцелованная. Да, и у меня не было никаких смещений, ничего. И, собственно, отек у меня спал через 10 месяцев. Но заживает, да. Я снималась, заживает до сих пор. Единственное, меня теперь по-определенному гримирует. То есть, нос мне гримирует исключительно вверх. То есть, впоследствии остается навсегда? Да, да. Болится со сменой погоды, просто выламывает все лицо. Слушай, ну, может, это еще все пройдет? Не знаю, какие-нибудь там, знаешь, вот эти вот ультра-красные что-то прикладывать. А вот к нам, кстати, присоединилась чудесная чудесная мама. Мама прячется от нас. Но я хочу сказать, такая же красавица, просто невероятная. Все они перед мамой. Это моя мамочка. Вы видите, это такой редкий случай, когда мама похожа на дочку, точнее, дочка похожа на маму. Обычно же как получается? Дочке вылитые папы. У меня, например, дочка просто, знаете, как это говорится, отойдите, девушка, отойдите от ребенка и позовите мать. Голубоглазая блондинка и, в принципе, как бы, мне даже летать с ней тяжело, потому что приходится предоявлять всяческие паспорта, но не похоже. А тут просто красавица. Кровей понамешано всяких, да? Кровей понамешано немцы, финны, шведы, украина. Боже, ну это гремучая смесь. Мешенки, все мы мешенки. Мешенка, мешенка очень хорошо понимает. Дорогая, нет, ну это, слушай, ну а ты чувствуешь себя вот это вот бурление в крови? О, да, я везувий. Это прям иногда бывает очень сложно совладать какими-то своими вещами. Сложно в жизни? Ну, справляться, понимаешь, я реагирую на какие-то вещи, у меня все, для меня апокалипсис, и меня это все взрывает. Взрывает? Да, меня это все взрывает. У тебя вообще друзей много? У меня есть настоящие стоящие друзья, и я это понимаю благодаря большому количеству ситуаций. Их немного, их пересчитать по пальцам. Я очень открытый человек, и была такая ситуация, что 30 моих друзей, которые были из театральной студии, там, за городом, мы все дружили, но в один момент люди начали тебе ножи в спину кидать, ты начала себе узнавать такие вещи, которых ты даже никогда не думал, что это такое. Это когда произошло? Это произошло после того, как ты начала сниматься много? Нет, 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 это еще произошло до, когда люди начали понимать, что я ухожу в профессию, что я якобы... Зависть? Да, зависть, возможно. Это когда в театральный студ поступило? Да. И начались какие-то успехи? То есть начали звать там куда-то, что-то еще, какие-то спектакли. И ты ведь в это во все погружаешься, перестаешь со многим количеством людей общаться, а люди-то этого не понимают не потому, что ты не хочешь написать кому-то, у тебя просто тупо не хватает времени. Ведь учеба в театральном с 9 утра до 12 ночи, поэтому своей жизни ты не имеешь абсолютно. Да и даже после учебы в театральном ты никакой вообще своей жизни не имеешь. И предательства были, что-то прям совсем плохое. Ну да, люди говорили, называли меня в театральной академии, называли барышней легкого поведения. Ты когда действительно ищешь любовь, какая разница, какое количество людей находилось с тобой рядом противоположного пола. Ты ищешь искренне своего человека. Слушай, я согласна, у нас какая-то вообще такая застарелая мораль, осталось, что если мужчина имеет много женщин, он герой-любовник, молодец, а если у женщины было там, что она, ну вот на вот это вот, вот это вот прекрасное слово. Я этого абсолютно не понимаю. Мне очень понравилось, как в один момент сказала моя бабушка, знаешь, Ксюша, а мне очень нравится, что сейчас в современном обществе есть возможность с людям пожить вместе и понять, хотят они жениться или нет. Мне было это так странно слышать от бабушки, которая такая довольно консерватор, педагог по этикету. И она говорит такие вещи, я думаю, у меня очень современная бабушка. Ну, видимо, ну вот ты вот, а ты вообще скрывала свои романы или нет? До определенного момента я вот так вот нараспашку рассказывала обо всем. Сейчас очень будет сложно что-то из меня вытащить. Все, все, все вытащить. Да. А почему жизнь так научила? Жизнь научила, потому что все-таки действительно счастье любит тишину. Когда у меня будет кольцо на пальце, я скажу, вот, все, это мой человек. А до этого нет. Ну, о романах все теперь молчок. Вообще молчок. Нет, 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 я наоборот и говорю, что понятное дело, что там всегда же пишут там в комментариях верну любимого и так далее и тому подобное. Да, 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 я стираю сразу. Но, само собой, они не будут этим заниматься, и поэтому... Но это есть все равно вне зависимости от себя, потому что ты бываешь в каких-то постоянных мероприятиях и так далее, очень много на тебя смотрят людей. И потом ты не замечала сама по себе? Ты выходишь высосанная, у тебя нету никаких сил, все, ты пришла домой, ты умилась, смыла с себя все, и как-то ты воспрянула заново, потому что люди, сами того не зная, они могут быть глазливыми. А, то есть ты вот имеешь в виду, что как бы общее, да, там, делиться своим счастьем, что просто общую... Да, общая волна ненависти, все это... Нужно очень, очень как-то уметь это все скрывать. Все-таки это тоже... А там всякие штучки-дрючки носишь, знаешь, у меня тоже подружки... Есть у меня... Проряжают у бабки, там, какое-нибудь кольцо, берут кольцо и типа все, меня не коснется. Нет, у меня есть свои такие, так скажем, современным языком приблуды, Приблуды, да. Да, которыми я пользуюсь, но, если возможно, я бы их не открывала. Нет, это, конечно, не нужно, это лишнее. А вообще ездила кому-нибудь к этим гадалкам, бабкам? У меня... да как-то нет. Я не хочу узнать свою судьбу наперед. А не было никаких таких, знаешь, каких-то мистических случаев? Ну, допустим, я сейчас сюда ехала и познакомилась с невероятно крутым водителем в такси, который мне сказал, что у меня все прекрасно будет, и закончу я свою жизнь в Соединенных Штатах. А я действительно туда стремлюсь. Стремишься? Очень. Я очень хочу попасть в Голливуд. Как бы это пафосно, странно ни звучало. Нет, а когда собираешься вещать? Пойду, пройдемся. Нет, никаких проблем. Снимаешься еще? Да, хочу, конечно. Я буду здесь сниматься, но надо уже разминать немножко почву и там. Слушай, ну а Тарантино, если приедет в Москву, что ты к нему подойдешь? Паша шьет с таким вот, с твоим напором. Значит так. Значит так, товарищ Квентин Батькович. Вот я. Я хочу. Я хочу. Ну, конечно, я прекрасно понимаю, что я абсолютно не его типаж. Почему? Ну, он любит блондинок. Сорок, в сорок первом размером ноги. Сорокая, красивая. Мне кажется, знаешь, тоже вот в этом оттягивающем картине. Я не могу, как только красивая женщина, говорить столько комментариев. Я как-то всегда, например, стеснялась. И меня это губило, потому что я понимаю, что иногда стесняться нельзя. Знаешь, даже до такой степени. Вот я очень люблю артиста Юрского. Я помню на каком-то кинофестивале. Вот тоже он был прямо неподалеку. Мне хотелось подойти, мне ничего совершенно от него не нужно было. Он не режиссер, не продюсер. Ну, просто любимый актер. Мне хотелось подойти к нему и сказать, знаете, я так люблю ваши роли. Вот. Но я так и не подошла. А ты можешь, например, вот в такой ситуации? У меня был такой случай. Я подошла, я просто безумно люблю еще режиссуру Юрия Бутусова. Я в Петербурге как-то сидела в ресторане, просто с друзьями ужинала. Я вижу, что сидит Бутусов, но я понимаю по-человечески, что я не могу не подойти, потому что меня прям трясет от этого человека, как я люблю то, что он делает. Я подошла. Дай сюда. Но на меня очень странно отреагировали. Я безусловно понимаю, всем необходимо личное пространство. Это все понятно. Но я подошла с какими-то такими, я говорю, спасибо вам большое просто за то, что вы делаете. Спасибо вам. Это что-то невероятное. На меня очень посмотрели косо. Косо? Он? Да. Или кто-то с ним сидел там, может быть? А девушка сидела? К сожалению, сам Бутусов посмотрел очень на меня косо и не воспринял. Я понимаю, может быть, я в ненужный подошла момент и прошу за это простить меня, но мне было необходимо подойти к человеку и сказать им об этом. Если я встречу Квенчина, я прыгну к нему на шею, расцелую его всего, пускай там даже меня будет охрана от него отвлекать, но я скажу то, что я хочу, потому что у нас очень много общих с ним еще. Серьезная охрана. Вижу цель, не вижу препятствий? Вижу цель, не вижу препятствий. Серьезно? Да. Все можешь делать? Если мне что-то требуется, то я не останавливаюсь. Как бы сложно это ни было. Ну, на войне все способы хороши, но в пределах разумного, само собой. Обмануть можешь? Не умею я обманывать. Не умеешь? Не умею. Ну, а что можешь сделать такого? Ну, не знаю. Страшного? Если нужно будет, я, наверное, могу убить. Убить можешь? Да. За своих могу убить. Даже если я понимаю, что я сяду. Если кто-то причиняет моим близким и моей семье какой-то вред. А были такие ситуации? Были ситуации, когда хотелось убивать, но ты же, конечно, понимаешь, почему у нас, как смешно, ну, не открывают... У нас и на площадке бывают такие ситуации, может, сразу все... Не открывают оружейный магазин. Прости, прости. Потому что люди думают, что если только откроют оружейный магазин в первые 15 минут, мы всех перестреляем. Ну, конечно же, этого не будет. Не будет, да. Но все же есть такие люди, которых хочется отстреливать с базульки. Назовем? Нет. Нет? А кто это? Коллеги? По профессии? О, есть коллеги. Очень любим наших коллег. Не люблю завистников. Люблю тех людей, которые умеют радоваться успехам других, а не только... Это самое сложное. А не только приходить в момент, когда, ой, тебе плохо, да, ой, тебе так... Нет, очень многие ситуации за последний год проявили в моей жизни, когда тебе плохо, и когда тебе хорошо, и люди с тобой остаются. Я так рада этим обстоятельством. Буквально за вчерашний день я поняла все про двух людей. Расскажи, что у вас случилось вчера? Проявились очень многие люди. Тоже не хочу вдаваться в конкретные фамилии и имена. Но это коллеги? Да, есть и коллеги. Ты по работе, которые ты ожидал немножко одной реакции на какие-либо вещи, а все происходит по-другому, и ощущение как будто то, что связано с какой-то нашей общей работой, людей абсолютно не волнует. Хотя было сказано очень много высокопарных, пафосных слов по этому поводу, но на деле оказалось, что это все проходное, как каждому у нас очень современный мир. Все хотят защитить свою пятую точку, прикрыть ее. У вас какой-то проект был совместный? Да, были совместные проекты, и оказалось, что мы все-таки будем друзьями, мы говорили о дружбе. Такое великое большое слово «дружба». Что такое дружба? А ты людей раз и навсегда вычеркиваешь из жизни? Если я ухожу, я не возвращаюсь. Не возвращаешься? Но я прощать умею. Умеешь? Если каждый человек имеет право на ошибку. Я согласна с тобой. Каждый человек имеет право на ошибку. А есть что-то такое, что ты не простишь? Мне очень часто задают вопрос по поводу измен. Вот, по поводу измен, кстати. Очень на самом деле сложный вопрос. Зависит тоже все это от обстоятельств, но как я считаю, что если с тобой тот человек, которого ты любишь всем сердцем, и ты точно понимаешь, что это твое, никаких соблазнов быть вокруг не может. Хотя в профессии в нашей соблазнов выше крыши. Партнеры, партнерши и так далее и тому подобное. Но я про себя лично знаю, что я очень верный и преданный человек. Я тоже. И я не вижу смысла, да, много, если у меня есть мужчина, и много, кто бы там ни был, тот же Тарантино, какая разница? Нет, нет, посмотри. Это твой садик. Меня никогда невозможно привлечь деньгами к себе. Если бы так между нами, я бы захотела, я бы уже жила бы спокойно, бы на Рублевке, ни о чем бы не думала, и просто бы выбирала билет на Майами куда лучше, полететь из какого аэропорта. Но я не хочу, мне просто интересно и здорово, что за моей спиной никто не стоит, и я все делаю сама. Все делаешь сама. Слушай, ну, на самом деле, а ты не думаешь, вот конкретно, например, про билеты, про Майами, что впереди там далекое будущее, что вот сейчас ты актриса, не было соблазна устроить свою жизнь. Вот был ли такой роман действительно с богатым каким-нибудь человеком? Да, но тем-то дело, что все вот эти вот, ну, это все неинтересно. Это куча было предложений, но ты же понимаешь, что это все клюет на внешнее. Знакомились с тобой? Знакомились, да, подходили. Я тут познакомилась чуть ли не с гендиректором журнала Forbes. Он хотел меня увезти с собой в Лондон, но не сложилось как бы. Не сложилось? Ну, я не люблю, ну, ему 70 лет, ну, друзья. Сколько? 70 лет, ну, друзья. 70 лет, это, знаете, никакого маяния, я не знаю, что там должно быть. Нет, нет, нет. Нет, ну, просто это в связи с тем, что ты вот говоришь, что если ты видишь цель, да, то пойдешь, невзирая на препятствия. Вот, например, такая, просто говорю, ситуация, это, ну, априори. Вот тебе встречаются богатые 70, ладно, 60-летние директора не Forbes, а не знаю, Газпрома и говорит. Детка моя, ой, извините, пожалуйста, это все в эмоциях. Детка моя, вот тебе яхта, вот тебе квартира, на тебе это интересно. Но самое главное, детка, вот с кем ты хочешь сняться? У кого хочешь? У Квинтина? Тарантина? У Спилберга? Главную роль, любую, выбирай. Честно. Но я ведь не люблю этого человека. Нет, не будешь все равно. Я не могу, я, я, к сожалению, я старомодная, я по любви. По любви? Не могу я, ну, я не могу ложиться в постель с человеком, которым я ничего не испытываю. Какие бы там деньги не были бы, и какой Голливуд бы мне не обещался. Тарковать женщину? Ну, как говорят, да. Да? Бросала? Бросала. Плохо делала кому-нибудь? Сердце разбивала? Осознанно плохо, осознанно плохо не делала никому. А тебе? Мне, да. Не знаю, осознанно или нет, но мне делали больно. Нет, я просто знаю, что... Мне изменяли. Изменяли? И все. Когда люди узнавали, что, Ксюш, тебе изменяют, я говорю, да. Почему тоже действительно такая, когда парни, те, кто это делал или делал, я не знаю, вы сумасшедшие. А что часто изменяли? Мне? Да. Ну, бывало прям конкретно. Были люди, которые изменяли конкретно, а ты не можешь в это поверить. Тебе все вокруг говорят, Ксюша, это очевидные вещи, но ты как, нет. Я просто, у меня еще, мой минус в том, что я слепо верю в людей до конца, пока мне не харкнут в лоб. Ну, я прям верю. Я вот прям верю людям. Ну, то есть ты все, влюбляешься, сверху, краски в глаза, придумываешь себе человека. Да, бежать в ночнушки, босиком, зимой, это все про меня. Это что? Это что, это эмоции такие вот? Ты захлестываешь, чтобы бежать, чтобы остановить, чтобы дать по голове. Чтобы понять, ну, конечно, это все из эгоистичных побуждений в силу того, что, господи, ну, мне же плохо, ты ведь уходишь. Конечно, это все личный эгоизм, но сейчас сорву звук. Ну, потому что такая тема, слушай, эмоционально. Да, и, ну, если я что-то чувствую, я не остановлюсь. То есть ты будешь бороться до конца, да? Человек говорит, я тебя не люблю. Ты будешь говорить, нет, ты меня любишь. Ну, не то, что нет, но если прям говорят тебе в лицо, то я не могу в это поверить, но прям садиться на человека и ездить на нем и говорить, нет, 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 мы будем вместе до конца. Конечно, это больно, но... А было такое, что возвращать? Ну, ой, прости, перебила тебя. Не-не-не, ничего. Что было? А было такое, что возвращала? Вот ты пробежала босиком. Было, было, что возвращался, но это не был прям конкретный момент расставания. Это были очень сильнейшие ссоры, после которых... Игорь, слушай, ты за ним побегала, он за ним побегал. Ну, да, да, да. Ну, в ответку бегания такого не было, конечно. Я не то, чтобы ждала, это безусловно. То есть ты больше совершаешь поступки в отношении... Ну, видимо, должен быть рядом очень сильный мужчина, который просто возьмет и... Сильный мужчина. Где-то должны быть у нас. Как у тебя с модой вообще? Ну, я не могу... Мы же все раскупили, мы пришли под конец. Все раскупили сам... Оу, в этом даже можно куда-то... Это что-то прям очень... Очень теплое, это красная дорожка зимой. Слушай, вот что я еще прочитала, про что я тебя хотела спросить, раз уж мы находимся в зоне платья. Про вес. Это моя вечная борьба просто. Тема не на жизнь, а на смерть. Я не могу поверить, что ты была толстая. Вот прям, ну, вот не могу... А ты по мне не видишь, что я очень высокая и очень широкая. Ну, высокая это да, широкая нет. Скажу так, что... А, вот, смотрите. Скажу так, что... Вот, милейшие какие-то кофты, кофточки. А, вот Дарья Мельникова. Что-то очень серьезное. Дарья Мельникова. Дарья Мельникова. А вот наша прекрасная Даша Мельникова, которая рассказывает там про свои наряды. А где она? Вон она. Я не вижу. Даша, ну, видите, она какая молодец. Она сама проявляет. Она очень увлечена своими клиентами. Даш, привет. Привет, привет. Твои вещи? Твои вещи. Ты молодец, слушай. Это ты носишь. Дарья Мельникова, это другая. А, это Дарья Мельникова, это другая. А, это не свое. Слушай, на такое хорошее дело, ты молодец вообще, что-то уже много купили? Ну, покупаю много, да. А свое принесла, что ли? Да, у меня уже не вижу своих вещей. Все, разобрали. Все, разобрали и раскупили. Значит, хороший. Ну вот. Ну так вот, про диету и 100 способов похудения. Ты ешь вообще? Ем. Я ем. Ну, не то, что ем шоколадку за... закусываю булкой, но если мне нужно съесть шоколадку, то раз в месяц я могу себе позволить съесть плитку шоколадки и забыть о ней на следующий месяц. Раз в месяц. Ну, я очень сильный сладкоежка, но в силу того, что я понимаю, что я в такой профессии, а мне поправиться нечего делать. Точно так же, как и похудеть, то же самое. Вот очень странно. Смотри, какая-то интересная штука. Кристина Асмус. Кристина Асмус. Вот джин-пад Кристины Асмус. Юбка. Я не вижу, где фил. Очень интересные штаны или что это? Или это платье. Слушай, между прочим, очень моднее. Очень ничего. А какие штаны? Смотри, мне кажется, это тебе подошло. Да, это 100%. Очень сильно. Когда я перестану жрать, я доживу. До платья Катерины Шпицца, до дюймовочки. Я скажу, что я самый счастливый человек. Но это не будет никогда, потому что... Полина Аскери здесь выставила свои вещи. Милейший топик. О, что-то очень роковое, что-то очень красное. Да, это кто, интересно? Смотри, тут тоже написано. Катя Шпицца. Катька у нас, видите, роковушка. Очень красивое платье. Очень красивое. Знаешь ее? Конечно. Снимались вы? Нет, лично нет. Просто, да, очаровательная девчонка. Видите, теперь еще. Ну, я говорю, не мой размерчик. Я сейчас это выспрошу. Что-то ты на себя наговариваешь. И тогда, может быть, все будет. Ты на себя наговариваешь. Нет, ты знаешь, я еще тоже прочитала. У меня была тоже такая ситуация. В детстве я не была полной. Наоборот. Мои любимые Боско представляют здесь свои вещи. Обмен, возврат. Это что за невероятное? Берем. Обожаю Боско. Как можно съесть огурцов сколько? Сколько нужно сидеть на капусте, чтобы поместиться в это? В это пластик. Это невероятно. Боско. Это стенд Боско. Так, это Боско, Боско тоже. Как ты начала худеть-то? Вот перед съемками? Слушай, у меня не первый раз я на самом деле худею так сильно. Я похудела перед 10-м классом на 25 килограмм. На 25 килограмм я похудела. А вот уже кто-то мерит. Можно я посмотрю еще платье? Вам идет красиво-то? Дом с маяком. Нет, не видно, к сожалению. Девушка испугалась на скалу. Мы такие страшные. Вот, перед 10-м классом где-то я похудела, наверное, на 25 килограмм. На 25? Да, 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 да. Ну, просто дело в том, что у меня такая интересная фигура, что я как бы большая, и этот вес очень так умело распределяется, и как бы, ну, просто такая бомбочка ходит. Да, это не то, что прям у тебя складки. Да, именно быстрее. Сравнивали. Да. Сравнивали, безусловно. Молодой, наверное, вот красавица и мордюхом. Странно. Да. Аксинья Тихидор. О, это... Настасья Филиппова. Это да, это да. С этим я поступала, собственно говоря, с этим материалом. Ну, а с каким еще этим материалом поступаешь? С твоим лицом, с твоим ростом и так далее, и так далее. Поэтому... Ну, а другие вот разы я, конечно, худела. На первом курсе я пришла такой бомбочкой, мне сказали... Ша? Жаробасина. Взяла себя в руки и просто похудела. Я сидела порядка 7 месяцев на гречке. А знаешь, что мне мой художественный руководитель, Владимир Алексеевич, если вы меня слышите, я до сих пор это помню. Кричала, когда я была на сцене, Катя, где талия, где талию делать будем? Я тоже, знаешь, любила так покушать очень сильно. Ну, если ты любишь покушать, то как бы ты можешь, в принципе, кушать. Я не верю во всю эту тему, что нельзя есть после 6. Ты можешь поесть за 1,5-2 часа перед сном. То есть, если ты там ложишься в 3-4 ночи, ты можешь поесть там 12 в час. И с тобой абсолютно ничего не будет. Ясное дело, что это не нужно есть хачапури на ночь. Ну, само собой. Ну, я так хочется. Конечно, соблазн. Конечно, это все понятно. Как хочется, особенно когда эти хачапури такие вкусные. То есть, не обязательно сидеть всю жизнь на аппаратах? Нет, безусловно, себе нужно все позволять. Люди бронируют вещи. Люди уже бронируют. Ты знаешь, раньше у меня был один единственный способ похудения – не жрать. Вот это вот. А это самый ужаснейший способ, потому что организм, он не понимает, и он начинает, наоборот, набирать все в себя. Я знаешь, по-моему, тоже по поводу дразнения, когда я первый раз сильно похудела, ко мне подошел мой однокурсник Илюша Сафронов. Это было после института. Я что-то тоже от счастья так поправилась, хотя я и снималась, и все. Знаешь, у меня тоже это очень быстро, я прям быстро поправляюсь, а худею потом гораздо сложнее. Да, ко мне подошел мой однокурсник Илюша Сафронов, сейчас фокусник, известный брат Сафронов, говорит, Кать, ну ты просто хрю. И меня это так поразило. У тебя было такое, кстати? Утверждали, не утверждали? У меня есть некоторые, так скажем, каналы, которые я уже несколько лет пытаюсь на них попасть, но не буду упоминать в суе. Ну зачем мне? Но почему-то так не складывается и не происходит. Но ты думаешь, что что-то с тобой не так. Тебе хотя говорят, блин, Катюх, ты очень крутая, все здорово, все классно. Ты там разговариваешь с агентом, ты спрашиваешь, что-то не так? Вопросов, претензий нет. Но почему-то утверждение не происходит. Но такой вот ситуации... И ты потом просто видишь, что постоянно снимаются одни и те же лица. Ну хорошо, время придет, значит, свое. Время придет. В гости отправятся. Да, конечно. У тебя три главных потрясающих роли, знаешь, о которых люди мечтают. Причем такие женщины, что Регина Сбарска. Я так понимаю, что тоже какие-то долгие, да, совершенно были пробы, очень-очень-очень-очень-очень тяжелые. Это было, да, очень сложно. Тоже меня безумно не хотел утверждать канал. Не хотели. Нервы перепады. Не хотели продюсеры, да, кто это, да что это вообще. Это молодая, да вы что, с ума что ли сошли? Как она с этим справится? Ну, за меня очень сильно стояла режиссер. Она сказала «Друзья». Ну, она, конечно, безусловно, взяла на себя огромнейший риск, потому что ты не знаешь, что чего, но этот проект меня об хребет мой нормально сломал. Серьезно? Я, это был мой первый такой проект, где у меня была главная роль. Заглавная, заглавная роль. Да, это название заглавная. Заглавная. Главная роль. И я понимала, что, собственно, всю школу кино я поняла сразу же. Со всеми ее прелестями, со всеми ее минусами. Это была школа жизни и школа кино. Это было 9 месяцев полного погружения. Ругаешься на площадке? Когда видишь какую-то хрень, ругаешься, нет? Нет, я вообще очень... Тихо, спокойно. Я не конфликтная. Я не бегу звонить агенту, если что-то не так. Мне не дали вагончик. Да, мне не дали вагончик, мне не принесли чай. Просто я в один момент офигела, когда... Ой, простите, я забыл речь. Сошла с ума, когда я увидела, как актрисы просто садятся, распахивают свои пальцы, садятся на стол. Где мой чай? Где мой кофе? Принесите мне. Хочется вот подойти и... Иди сама сделай за такое. Ну, просто человек. Люди забывают о том, что вся съемочная группа, без исключения, это все такие же люди, как ты. Влюбляешься быстро. С первого взгляда. Я могу влюбиться с первого взгляда, безумно влюбляю. Было, было, прям вот было. Вообще, три года назад это случилось. Да, это прям... Все, я увидела и меня торкнуло. Мы познакомились на съемочной площадке. Я шла в кадре. Просто, ну, как обычно, проходка снимаешься. Ты же по жизни ходишь, смотришь по сторонам. Человека привезли на площадку. Я понимаю, что у меня челюсть отнимается. Я должна идти дальше. Режиссер в рацию орет. Лукьянчикова, что с тобой? А я все, я вкопанными. Как дальше? Воздух взять, пойти. Все. Меня отпустила. Вроде как доработали. И вот... Это было взаимное. Это взаимное любовь с первым взглядом. Да, это была взаимная любовь с первым взглядом. Актер? Да. Это тот, о ком я думаю? Нет? Секунду, прерваемся, если что. Ну, я поняла. Это тот, о ком я думаю. Имя мы не будем называть. И что дальше? Ну что? У нас сложилось все, как вот, знаете, это бывает в кино. Но он ее встретил, как это в романтических комедиях, она идет в журналах. Она их уронила, глаза поднимаются. Мария, Геннадий. Все, любовь с первым... Красивый, роман. Это бывает, правда, это бывает. Если ты в это веришь, то это происходит. Но это бывает скоротечно, бывает перегорает. У всех бывает по-разному. И очень часто мы влюбленность и страсть принимаем за любовь. А вот это вот тот, который мы не можем называть, это любовь, страсть? Что это? Навсегда? Больная любовь. Больная? Больная. С твоей стороны? С его? Оно вот так получилось по-больному все как-то, нездорово. Потому что еще причина во мне, наверное, я дико, безумно влюбляюсь в человека. И я посвящаю, я ныряю в омут. Я посвящаю себя полностью. Я забываю себя. Ныряешься в человека? Да, это ужасно. Я знаю, что так нельзя, но бывает, что я забиваю даже на саму себя. Это ошибка, как-то не у себя. Не то, что я перестаю за собой ухаживать как-то, или что-то. Я так же привожу себя в порядок, но я понимаю, что все... Ну а что ты делаешь не так? Ну вот как ты думаешь? Ну что ты? Я восхваляю человека до такого апогея вообще. То есть, возвожу его в абсолют. А человек потом это понимает, расцветает и как бы... И принимает как должное? Это мужчины, особенно актеры. В большинстве случаев это довольно болезненно происходит. Собственно, здесь у нас зеркало. Вот если... Я, между прочим, а я слышала, что у тебя... Да, я безумно люблю зеркала, гирлянды, свечи, все вот средства уюта. Собственно, вот это вот все. Любишь, да? Это вот все мое. Посидеть с подушками... Квартира какая у тебя своя? Пока что нет. Ой! Пока что нет. Пока что квартиру я снимаю, но в своей квартире уже постараюсь на будущее продумывать уже интерьер. Сама все хочет? Сама, все сама. Нет, конечно, я приглашу дизайнера, которому я расскажу, что, собственно, я хочу. И чтобы это был какой-то творческий тандем. Мы уже не имеем права, это уже не наше. Мы сидим на чьем-то диване. Да, поэтому очень красиво. Безумно красивый столик в стиле НЛО. В стиле НЛО. О, вот! Мне кажется, о таком столике мечтает каждая. Тоже продано все. А, между прочим, это что-то такое старое. Ну, слушай, ну надо тогда, я не знаю, сниматься все время. Думаешь, ты в ближайшее время купишь квартиру, заработаешь или как? Ты вообще транжира? Я транжира. Вообще экономная, как оказалось. Экономная? Да, я не тяну денег с мужчин. Это и правильно. Я как-то в этом... Зато никому ничего потом не скажу. Да, никому ничего не должен. Что-то ты там... И тебе не скажешь. А вот и я. Я только, как оказалось, да. Тебя потом. Но если мне нужна какая-то вещь, то есть не то, что я там бесконечно одеваюсь во все различные бренды и развешиваю себя по себе, но если я хочу что-то купить, я куплю, я точно куплю качественные и хорошие, я не буду покупать подделку, потому что это просто даже для любого человека это неуважение к самому себе. Зачем это делать? Лучше просто купить простую вещь, но если уж ты покупаешь, то ты покупаешь. И в этом плане, если мне нужны там какие-нибудь крутые очки или крутая сумка, я это обязательно сделаю. И почему я должна об этом жалеть? Этого я достойна? Ну, там, допустим, это будет одна покупка в месяц, но это будет, и у меня уже это будет. Надо себя баловать, безусловно, слушай, для кого мы еще и создали. Но нужно иногда, конечно, и позволять себя баловать, но я надеюсь, что понимаешь, в следующий раз, потому что ты любишься не в артистов. Ой, 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 ой. А ты всегда в артистов влюбляешься? Нет, нет, ну в большинстве своем это было так, но были и моряки. Моряк? Да, которые очень некрасиво со мной поступали, просто пропадали люди не из-за чего. Может, в дальнее плавание? Вот и ушли. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, да, ну, они адекватные люди, что с ним взять. А потом не возвращались, вот смотри, вот ты стала известной актрисой. Очень, очень, очень возвращались. Сколько людей, кто на вылезало со всех норок, которые тебя все предавали, не любили, да какая ты, да кому ты нужна, да кто тебя там в этой Москве ждет, да ты что с ума сошла, да через полгода ты оттуда вернешься. А как что-то у тебя начинает хорошее хок-хок-хок происходить. Ой, Ксюша, ты такая классная, ой, блин, так все здорово. И вот как-то все вот эти вот мышки начинают вылезать, и ты думаешь, а где же вы были раньше? Дальше. Не, ну а в душе неприятно, что вот такая страшная миссия? Не неприятно, но с другой стороны... Смотри, смотри, смотри теперь на меня, на обложке журнала. Не, 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 я не мщу, но есть, как бы, такие, один такой есть молодой человек, который мне, ну, это моя первая любовь, да, который мне сделала, ой, это было в 14 лет, это было очень болезненно, я влюбилась в мужчину такого. Ну, он старше? Он был старше у меня буквально года на три. А, ну ерунда. Да, но типаж, мой типаж прям, который я прослеживаю, я понимаю, что это вот мне нравится. Какой типаж? Высокие, темноволосые. А, брюнет. Ну, как мой муж практически, не буду тебя знакомить с этим. Нет, я не увожу, я не увожу ни в коем случае этим не занимаюсь. Вот, и это было очень болезненно, потому что через два месяца человек мне сказал, что, а он просто жил у бабушки, просто я сама из Питера, а он у бабушки за городом там жил. А большинство своего времени, выходные, все каникулы я старалась проводить за городом, ну и познакомилась там с мальчиком из военного городка. Он меня там катал на скутере, там прям просто все мне завидовали, красавец был и есть невероятнейший. Но он мне сделал больно, потом в течение трех-четырех лет человек понял, что он сделал, он пытался мне вернуть. А ты нет? А я нет. Перегорела? Обидел слишком больно? Попыталась, я попыталась встречаться с ним пару раз, но это ни к чему серьезному не привело. Я поняла, что я еще раз наступлю на одни и те же грабли. Ну, когда начались, начали люди меня, так скажем, узнавать. Хей, привет! Как твои дела? Какая ты классная стала? Кто бы мог подумать? А как вот это? А действительно, кто бы мог подумать? Ну, если ты к чему-то стремишься, то ты к чему-то стремишься. Ну и как бы ты, конечно, всех этих молодых людей. До свидания! Спасибо, до свидания! Спасибо, что были тогда. Тогда и... И все. Да. Звоните, пишите письма. Ну, уже не нам. Слушай, ну вот, а этого кого мы будем называть, если вернется? Нет. Не простишь? А, не за что. Мы, на самом деле, очень по-человечески все это у нас происходит. Безумно по-человечески. Очень сильно люблю морепродукты. Безумно. Ну, а ты знаешь, это пластиковые морепродукты. Да? Это, видимо, для примера, чтобы было, я думаю, ты знаешь, что я сейчас, когда с тобой закончу вот этого... Ну, возвращаясь к... Это, кстати, нам можно. Это, да. Это белковое питание, это самое-самое здоровое. Ну, вот такая типичная московская осенняя погодка. Ну, я думаю, что после Питера тебе... Не привыкать. Не привыкать. Не привыкать. Как тебе в Москве вообще? Хорошо. Очень много людей мне говорили о том, что через полгода после переезда в Москву ты завоешь. Не забыла? Как-то нет. Я себя чувствую здесь комфортно. Это стопроцентно мой город. Но знакомство мое с Москвой началось, конечно, не так просто. Это случилось, наверное, лет десять назад. Я приехала сюда в первый раз. И я поняла, что Москва просто в прямом смысле этого слова меня выпрямила. Мы сюда приезжали с театральной студии, если я не ошибаюсь. И были красные светофоры. Мы вовсюду опаздывали. Наш мастер-класс у нас не сложился. Потому что то-то, то-то, то-то и то-то. И Москва просто в прямом смысле этого слова меня выплевывала. Потом я сказала, нет, матушка, мы с тобой еще сработаемся. Потому что... Спасибо. Потому что я точно чувствую, что ты моя, а я твоя. Не то, чтобы я изменяю Петербургу. Но после переезда в Москву я поняла, какой прекрасный город мой. В каком музее я родилась. Но я ни на секунду не жалею о том, что я оказалась здесь. Это город контрастов, в котором ты чувствуешь себя максимально свободно и комфортно. Я не верю в то, что в Москве большое количество злых людей. Они не злые. В Москве большое количество одиноких людей, которые очень обижены. Они внутренне становятся ежиками. И люди все их воспринимают как какие-то колкости. Но найти своего человека здесь можно. Потому что очень много поистине одиноких людей. Но для того, чтобы переехать в Москву, мне пришлось продать свой компьютер. Чтобы что? Чтобы ты приехала? Я приехала в никуда. Я была готова работать на вокзале уборщицы. Если нужно было, я была готова работать официанткой. Но так сложилось, что я сразу же попала в театр практика. А, и там тебе дали общежитие или что? Нет. Не, ну где жила-то? Вот приехала с чемоданом в Москву. И что? Какое-то время пожила у родственников. А потом все как-то с молодым человеком. Начали снимать квартиру совместно. И все пошло-поехало. Но уехала я с чемоданами сразу же после выпускного. Будучи еще немножечко под шофе. Это прекрасно. Я уехала просто никуда. Мама не знала, когда я вернусь. Но я вернулась через месяц. И за вещами, так скажем, и полностью уезжала. Ты хоть знала, куда поехала мама? Мама знала. Мама никогда меня не останавливала. Мои родители всегда знали о том, что если они мне чего-то запретят, я просто уйду из дома. А секретами с мамой делишься? Да, делюсь. Всем? Есть, конечно, то, от чего огораживаешь людей. Само собой. Ты рассказываешь процентов 70-80, которые... Ага, ну чтобы, знаешь, я вот как бы маме не рассказываю... Ой, 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 ой. Маме не рассказываю просто потому, чтобы, знаешь, меньше знали... Обезопасить лучше спишь. Но бывают такие вещи, безусловно, о которых ты не можешь мне рассказать. Расскажи мне, а что с твоими однокурсниками? Кто-нибудь еще состоялся? Вот есть кто-нибудь, кто еще снимается? Так много, как ты. Да, двое мальчиков-однокурсников у меня снимаются. Мальчиков, да? Да. Но мои однокурсники меня... Не любят? Не любят. Не любят и никогда не любили. Меня всегда огнобили, потому что ты что-то делал, чем-то занимался, как ты работал, что-то приносил. А не просто сидел и ковырялся носом. Девчонки или парни тоже? Девчонки, девочки, так вообще мне ненавидят. Мне вообще сложно отношения складываются... Спасибо. Спасибо большое. Вообще отношения очень сложно складываются с барышнями, потому что зависть, независть, не знаю, что это происходит, но... Устраивали тебя что-нибудь на курсе? О, да. У меня на первом курсе случилось такое. Что? В общем, как это не страшно. Обычно такое происходит в балетных заведениях. Какая-то репетиция. И мы, в общем, остались там часов до половины двенадцатого. И я захожу. Хочу одеть свои сапоги. Одеваю правый сапог, и я понимаю, что что-то колется. Да ты что? Я... Я клянусь. Подложили стекло в сапоги? Стекло в сапоги. Стекло в сапоги. Ты знаешь, кто это сделал? Нет. Никто никогда не признался. Нет, конечно. Ты поранила ногу? Я не успела поранить ногу, но чуть-чуть кальнула. Просто я переворачиваю сапог, а оттуда высыпается зеркало. Самый дурацкий слух, про который тебя распространяли. Вот самый дурацкий. Не знаю, что говорили. Ну, больше всего и было неприятно то, что называли девушкой легкого поведения. Девушкой легкого поведения? Ну, понятно, какими словами это все называли, но то, что ты узнавал, например, в театральной академии о романах, даже о которых у тебя вообще в принципе не было с людьми. То есть тебе приписывали людей, с которыми ты вообще не имела даже знакомства. романы там, я не знаю, вот, она снялась в кино, потому что там продюсер или потому что режиссер. Очень часто, да, как, ой, да ладно, рассказывать, как мы все прекрасно знаем, как вы получаете все свои роли. Ну, почему так об этом думать? Почему люди не могут представить то, что ты что-то можешь хотя бы немножко сам? А замуж звали? Нет. Меня звали три раза замуж. Опа. Да, но... Три раза замуж, между прочим. Да, три раза было. Отказывалась? Один раз, два раза меня звали, один раз я очень сильно хотела, прям, ну, просто вот меня разрывало на части. А здесь, нет, здесь оказалось, что это абсолютно не нужно человеку, это не главное. Слушай, а три раза замуж звали? Мы засиделись, три раза нам жаль. Да и почему отказывалась? Не те люди были, не те звали? Ты сказала, что один раз вот хотели. Один раз очень сильно я хотела, второй раз мы, к сожалению, расстались с человеком до замужества, но потом этот человек, собственно, я рассказала в интервью, у этого человека уже, к сожалению, в живых нету. А, это Митя. Это Митя, да. Вот, а один был... Трагическая история, конечно, это, наверное, очень сильно она меня очень поменяла. Второй молодой человек, это был мой однокурсник, там очень сильно наша семья хотела, скорее всего, даже его, большая его семья хотела, чтобы мы поженились, и вот. Но я была тоже дико влюблена, я никого... У него? Да, никого я ничего не видела, но опять-таки человек расцвел благодаря тому, что... Ты его носила на руках? Да. Да что же это такое? А в третий раз я прямо говорила, что мы должны пожениться после выпуска, что всё-всё-всё-всё-всё. Но это были очень сложные отношения, я там... Это однокурсник? Это однокурсник тоже, да, был. Эти студенческие романы. И я прямо очень сильно хотела, но там о нашем романе, это был очень скрытый такой роман, потому что, в общем, там не только я себя, может быть, неправильно вела, но изначально всё это началось ещё до меня, но зачем-то человек начал другие отношения, я была в качестве любовницы. И в один момент об этом знал весь курс, мне абсолютно было не жалко эту девушку, потому что он её не любил, а он просто мучил, а зачем я буду ради кого-то, чего-то ещё себе, если я хочу быть с этим человеком, мне было обещано очень многое, и человек зачем-то потом начинает отношения с другим человеком. Он женат был? Он не был женат, это была тоже наша однокурсница, и весь курс знал о том, что между нами, но эта девочка не знала ничего. Кошмар. А почему он не уходил от неё? В один прекрасный момент я просто очень сильно страстна, но это была не любовь, это, скорее всего, была сильнейшая страсть, это были очень болезненные отношения, растянувшиеся на два года, но это такое… Но это уже разрушает. Да, это очень сильно разрушает, и я просто поняла, господи, да что я себя в конце-то концов не уважаю, я сказала, всё, либо я, либо она. Выбрали меня. Но это были полгода мучений, и момент страсти, он был намного интереснее, чем сами отношения. Не стыдно было? Не стыдно абсолютно. Абсолютно не стыдно. Не думала, что плохая карма? Нет, нет, нет. Потому что оно… я не скрывала того, что я… Не, ну это же тебе больнее, понимаешь, вот это вот положение… Ты сказала, что мне не будешь знакомиться с твоим мужем, я не уважаю людей и семей, я этим не занимаюсь. Если, ну, люди счастливы, господи, зачем ты будешь лезть в это? Нет, ну вот видишь, была такая ситуация, но она, видимо, тебя тоже чему-то научила. Она тоже меня очень многому научила, научила ценить себя и не быть вторым планом. Почему ты должен быть вторым планом, когда ты должен быть только ты и ты? Всё, зачем человек себя делит на меня и кого-то ещё? Ну, это приносит боли, приносит боли в первую очередь тебе тоже, не абстрагируясь от других людей. Но и до сих пор тебе за эту историю не стыдно, ну, не стыдно, что… Я не чувствую себя виноватой, потому что я была абсолютно честна, виноват был только тот человек, потому что он обманывал, а что я должна была подойти, здравствуй, я, собственно, сегодняшняя ночь была наша, в общем, это я. Но… Но один курс. Всё, это так близко. Как приходить на станете? Мне так ненавидели, господи. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Маша, я Геннадий, да. Нет, меня и так ненавидели, поэтому мне уже нечего было особенно терять. Как-то так это всё. Мне не было страшно. Ну, хорошо, да, но это же всё когда-нибудь закончится, мне с вами в одном поле не садиться и детей не крестить. А что ты ему сразу не сказала, уходи? Ну, меня несло, я же говорю, если меня несёт, то всё. Всё, вижу цель, не вижу препятствий. Да, мне прям было плохо, но тоже это было очень… Это была самая болезненная любовь. Ну, это не любовь, я воспринимала, что это любовь, но это была гиперстрасть какая-то просто вообще. Она переворачивала с ног на голову всё, сносила всё на своём пути. В общем, в итоге он выбрал тебя, и тут тебе это стало не надо. Ну, да, мы его поняли, что… Может, это какое-то вот, знаешь, такое захватничество? А, моё? А когда моё, уже не интересно. Может быть, я была неправа, и если я обидела эту барышню, я очень прошу у неё прощения. Это было неосознанно. Осознанно я больно в жизни своей. Говорят, не говори никогда, но уже никогда я осознанно ничего не делала, и делать не собираюсь. Это было и для меня уроком. Теперь с женатым мужчиной табу. А если влюбишься? А если страсть снесёт? Никогда не говори никогда, если человек, только если я буду единственной. Любовницей я люблю. Ну, я подарила молодому человеку дорогущий телефон. То есть, ты живёшь в съёмной квартире, ты брала компьютер, чтобы приехать в Москву. Да, когда заработала денег, я решила подарить, ну, самой дорогой марке, ни для кого не секрет, телефон. Новый. Совсем новый, потратишь на это очень-очень-очень кругленькую сумму. Спасибо сказал? Да, спасибо сказал. Обрадовался? Обрадовался, но взамен я не получала никаких подарков. И я больше в жизни не буду ничего дорогого дарить мужчине. Ну что ж? Выйдем у тебя тоже как-нибудь, я не знаю, машину подарить. Нет? Ну и дурак. Нет? Я ещё падаю, может, кто-нибудь сейчас посмотрит наше интервью. Я пока прав, нет? Прав, нет? Тогда машина с правами. Никто это не слышит? Машина с правами, да. Машина сразу с правами. Моя любимая песня «Не могу не удержаться, чтобы не потанцевать». Я тоже потанцую. Мне кажется, нам уже это пора на скале танцевать. Да, очень. Я люблю отрываться, но за последние три года меня очень сильно одомашнили, а так меня было не загнать домой по несколько суток. Моё коронное блюдо – это борщ и рагу. О, Боже. Я вообще с удовольствием приглашаю. Я делаю очень вкусный борщ. И очень вкусно. Это прям вот мои два самых коронных блюда. Какие у тебя сейчас вот задачи? Номер один, номер два, номер три? Есть? Бомбить дальше в профессии. Всё, добиваться. Добиваться своих целей. Признаюсь, открою маленький секрет. В 40-45 хочу снять свое кино, но для этого хочу пойти на режиссерские курсы для большего, так скажем, понимания себя в профессии. Да, был такой момент, когда режиссер меня нашел, хотел меня открыть и в итоге возненавидел за то, что в один момент я поняла, что когда ты уже просто падаешь, нет ничего страшного в том, чтобы спокойно, как я говорила. Не вот так попросить кофе, чай. Просто ты имеешь право на стул, когда ты валишься. Имеешь право на стакан воды, когда тебе очень плохо. А тебе, говорят, встала и взяла, пошла сама. Ну, для чего ты же езди по заменам ассистентов по актерам. Ну, что это за воспитание? Это режиссер как? Да, я просто не хочу называть это имя и фамилию, но это было. Это было. Может, это какие-то личные отношения? Личные женщины, режиссер. Поэтому, а если это что-то там не случилось по профессии, бывшая актриса. Поэтому очень было неприятно. И после этого человек начал про меня нелестные вещи распространять о том, что я психопатическая нервная актриса, которая заказывает скандалы и истерики на съемочной площадке. Поэтому так. А в сексуальных сценах? Для меня даже страшнее вот это вот, знаешь. Потому что, слава богу, ну не слава богу, но чаще всего у нас все-таки шубы под одеялами, что называется, или до, или после. И так это нормально. А вот прям... Были моменты, когда реагировали по-живому люди, партнеры. Прям ты прям случайно задевал как-то эти моменты. Но прям было, когда... Ну слушай, ну как не среагировать? Это был комплимент, и это было приятно. Безусловно. Актеры тоже любят. Безусловно. Не мужчины, что ли. Надо пожалеть их только. Ну это было, это было. Было, да? Да. Это было приятно, конечно, и очень... Окей. Да, много-много признаний в любви. Ксения, выходите за меня замуж. Ксения, я вас люблю, и так далее. Ну... Ну понятно, ты не реагируешь. А маньяков... Маньяки были, меня преследовали, и когда я еще училась... Кто преследовал? Но этого человека уже, к сожалению, нет в живых. Но я не причастна никак, это просто не очень... Но... О людях, ушедших из мира всего, не говорят плохо, но... Меня прям преследовали. У человека начались проблемы с психикой, но я абсолютно в этом никак не виновата. И жизнь своя закончилась у человека суицидом, а потом начали меня об этом обвинять. Что я проклятая, и что я даже не пришла к человеку на могилу. А это был знакомый человек из круга, или как это случилось? Мы случайно познакомились в общей компании, мы с друзьями играли в мафию. И на тот момент он был адекватный, а потом у него что-то поехало... То есть это молодой парень? Молодой парень, да. Адекватный? Вы знаете, играете в мафию, а потом начинаете преследовать? Никто никому ничего не обещал, просто дружески познакомились. То есть у вас не было ни отношений? Ничего не было, абсолютно. Потом человек просто тупо начал меня преследовать. А преследовать как? Хватал меня за руки, сухие цветы вешал мне на двери, ждал меня из театральной академии, схватил меня за руку. Нет, ты пойдешь со мной, я тебя люблю, я все, я без тебя не могу. Какой кошмар. Это было очень страшно. И потом случилось вот это, и тебя обвинили? Да. А кто обвинили? Родственников? Брать. Страшно, наверное? Да, очень страшно, ты не понимаешь почему, но это неприятно. Ну а... Слушай, ну я тебе прям желаю огромного счастья, потому что ты... Ты этого достойна, невероятно красивый и внешний, и внутренний, открытый, потрясающий, добрый, душевный человек. Мне было безумно приятно общаться, и это вообще самое душевное то, что у меня происходило за последнее время. Ура! Ура!